А в Киевской области, в городке Узин, бывшие военнослужащие сегодня говорили о грошовых пенсиях, которые они получают. Люди настаивают, что выплаты давно пора проиндексировать. И в этом их поддерживает лидер оппозиционного блока Юрий Бойко, который приехал сегодня в этот город с рабочей поездкой. Тихий городок Узин неподалеку от Белой Церкви когда-то был знаменит. Здесь размещался второй по величине в Союзе аэродром. Это была база бомбардировщиков дальнего действия. На таком Валентин Александрович совершил почти 20-часовой полет. Летал на Ту-95, очень больших самолетах, ракетоносцы. Мы летали почти до Америки, Аляски до Америки. Обнаружить авианосец, пройти над ним на 200 метров, чтобы только увидеть его и сфотографировать. О былой воинской славе Узина могут теперь рассказать разве что военные пенсионеры, которые после расформирования части и уничтожения самолетов, их попросту порезали на металл в 90-х, остались жить в городе. И теперь люди считают копейки. 1646. Вот у меня пенсия. Ну что вы поручили? Ну дали 50 гривен. И все, а вот еще в 2012 году. Но мы же пенсию отсуживали у государства. В 2004 году, так как бардак был, поэтому мы кое-что отсудили, то что заслужили. Тогда, согласно закону, от 92-го года пенсии военных повышались одновременно с ростом зарплат военнослужащих. Теперь эта категория пенсионеров осталась за бортом. Действующим военнослужащим приказом министра обороны подвищили зарплату. А сколько не было официально постановки кабинета министра, то уряд выкарал это как зачипку для того, чтобы не подвищать пенсию военнослужащим пенсионерам взагалі. И они взагалі, последний раз им подвищили пенсию в 2012 году. Ветераны обратились за помощью к НРД, в частности лидеру ОПО-блока. Средняя пенсия офицеров-пенсионеров не достигает и 3000. Арифметика проста. У нас пенсии не подняли, а они уменьшили в 4 раза. По обгруппательной способности, то есть даже если сейчас увеличат на какие-то 100 гривен, 200-400 гривен, то это нам только приведут к пенсии, которая будет в 3 раза меньше той, которая у нас была. В ветеранских организациях уже провели перерасчет и надеются на принятие справедливого закона. То есть военнослужащий клад, звание, выслуга, посада. Из этого розрахунка где-то приблизно получалось от 3 до 3,5 тысяч добавка до пенсии. Якщо держава сегодня в ЗМОЗе заплатить 2 миллионам пенсионерів, эти кошти, это треба робить. Во время встречи люди озвучили еще одну проблему. Насколько в денежном эквиваленте обесценилось звание офицера. За офицерское звание платят, ну скажем так, вот я про лейтенанта говорю, 110 гривень. За звание лейтенанта в пенсию входит, отчет от пенсии. Звание майор там 125 гривень. Такая цифра, она даже не то что смешная. В оппозиции обещают настоять на пересмотре и этой графы начислений. Мы будем работать для того, чтобы было обеспечение принятия закону, который бы давал возможность и обязал бы уряд подвищать пенсию військового пенсионера. Но, некоторые вещи мы не поддерживаем в частине увеличения стажа по выходу на пенсию. Хочу увеличить військовый стаж до 30 лет, это неприятно в наших условиях. И, второе, при реформировании військовой частини, увеличить 45 до 50 лет. Ирина Баглая, Алексей Шматов. Подробности. Телеканал Интер.